Как-то раз я поссорился с соседом по комнате и решил приехать в другое место. Но мой друг посоветовал не торопиться и не делать поспешных выводов. Он сказал «Не буди лихо, пока оно тихо». Я впервые услышал такое выражение. Кто такой лихо? Почему его нельзя будет? Почему он так и сказал? «Не буди лихо, пока оно тихо» — смысл этой пословицы в том, что не стоит предпринимать необязательные в настоящее время действия, последствия которых вы не до конца представляете. На месте иностранца я бы тоже растерялась и не поняла, что такое лихо и почему его нужно будить. Дело в том, что некоторые пословицы и поговорки живут как бы на двойном уровне восприятия. Первый уровень связан с мгновенной реакцией, а уж второй соотносится с историей развития языка. Так вот мгновенная реакция «Не буди лихо, пока оно тихо» — это «Остановись, прими взвешенное решение». А второй уровень самый интересный. Попробуем соотнести пословицу «Не буди лихо, пока оно тихо» с другими подобными пословицами и поговорками. Ну, например, мы говорим «Не поминайте лихом, когда надолго расстаемся с друзьями или знакомыми». Или вторая пословица «Добро не лихо, ходит тихо». За добром закреплена идея тишины, за лихом, очевидно, шум. Но, как мы понимаем, этого оказывается недостаточно, и нам надо расширить контекст восприятия этой пословицы. Обратимся к другому фольклорному жанру — сказкам. Александр Николаевич Афанасьев в сборнике «Сказки русского народа» приводит следующий текст «Лихо одноглазая». И там лихо представлено в образе старушки, скрюченной, одноглазой, которая приносит очень много вреда и беды героям. Вот сейчас мы дошли до самой глубинной мифологической сущности пословицы. Изначально лихо — это отрицательный фольклорный персонаж, который может существенно испортить судьбу человеку. Но остановимся на первом уровне восприятия этой пословицы. Не буди лихо, пока оно тихо. Не предпринимай поспешных решений, но у тебя тогда все будет хорошо. А на моем родном языке это звучит так. Не буду веба, а на кле калм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова